На базе музея-заповедника Горки-Ленинский прошло отчетное собрание по итогам работы администрации городского поселения. Оно проходило в открытой форме. Бюджет и вопросы социально-экономического развития стали основными темами доклада, исполняющего обязанности главы городского поселения Александра Смирнова. Так, согласно отчету, поступление в бюджет составили 359 миллионов рублей, при плане 292 миллиона рублей, налог на доходы физических лиц 20 миллионов рублей, налог на имущество физических лиц 9 миллионов рублей. Основной статьей доходов поселения стал земельный налог 308,9 миллиона рублей. Из них 37 миллионов рублей сумма, выплаченная физическими лицами, что составляет 12% от общей суммы земельного налога. Что касается расходов поселения, были озвучены следующие цифры. Ремонт дорог 11 миллионов рублей, уличное освещение 5,5 миллионов, вывоз мусора 4 миллиона рублей и многое другое. Александр Смирнов в рамках доклада озвучил и планы администрации поселения на 2016 год. Основные наши устремления – это капитальное строительство водозаборного узла для водоснабжения двух деревень – Горки и Белеутова. В прошедший период мы выполнили проектирование, получили положительное заключение экспертизы, а в 2016 году приступим к строительству. А также большое внимание было уделено вопросу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Жителям хотелось бы иметь крытые спортивные сооружения. Здорово, что администрации городского поселения Горки-Ленинские за определенный период была разработана именно программа, в которую входил именно и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Подобран земельный участок, разработан и проект в установленном порядке. Самое главное, он прошел экспертизу. Есть цена проекта, цена достаточно внушительная – 150 миллионов рублей. При хорошей конъюнктуре, то есть это и наличие денежных средств, наших перспектив на 2017 год, вполне нам по силам этот проект реализовать в конце 2017 года. За 2015 год в администрацию поселения поступило 2784 обращения граждан. А сейчас у каждого пришедшего была возможность задать вопрос главе района лично. Порой представители общественности переходили на повышенные тона, но несмотря на жаркую дискуссию, ответ прозвучал на каждый вопрос. Екатерина Чернышева и Илья Адамия, Видное ТВ.